всем привет меня зовут маргарита вначале видео хочу поблагодарить моих подписчиков за поддержку лайками и комментариями зрителей за просмотры надеюсь на вашу подписку на ваши лайки и комментарии это мотивирует меня на создание новых проектов подписавшись вы поддержите мой канал в его развитии всем огромное спасибо сегодня свяжем с вами снегурочку парочку для тихона назвала ее забава значит вот такая получится у нас и горочка сегодняшнем видео шапочка у них снимается я ее снимать не буду она снимается если есть желание снять шапочку остальные все вся одежда у нас слитная вместе с игрушкой и так что какие пряжи нам понадобится для снегурочки белая пряжа если у вас есть стального цвета пряжа возьмите стального потому что так как говорят что год стального быка то конечно лучше связать стальную хотя бы чтобы была снегурочка стальная но у меня нет поэтому я вижу белой пряжей значит вот ее номер дальше мордочку ушки и рожки я свяжу таким цветом рукавички у меня будут такого цвета по номерам думаю вы поймете что за цвета это все одной серии ну и черная пряжа у такая она с прожилками такими на мне нечисто черная поэтому я такую пряжу перу пока это для ностри чтобы вышить реснички пушистая пряжа вот такая показывает я уж как говорил у меня нет бумажки это у меня пряжа давно поэтому нет бумажки на мне не осталось и одежду мне нету из этой серии голубенького цвета синего поэтому я взяла вот такая вот пряжа у меня пехорка детская новинка 200 метров 50 грамм она тоньше основной пряжи поэтому я буду вязать эту пряжу крючком номер три а всю основную игрушку я свяжу два с половиной крючок дальше нам понадобится глазки на безопасном креплении если есть 3 15 миллиметров если нет то на клеевой основе далее еще синтепон холофайбер наполнитель затем над понадобится такая вот иголочка пластиковая чтобы пушистую пряжу прятать и иголочка широким ушком для сшивания свяжем сначала голову и все что относится голове кошки ушки и в общем подготовим голову и так в кольцо набираем 6 столбиков без накида второй ряд 6 прибавок подряд каждый столбик два столбика и так мы провяжем круг до 9 ряда в котором будет 7 столбиков и прибавка и в ряду у нас будет 54 столбика значит вяжем по принципу круга провязали круг теперь с 10 по 21 ряд мы провяжем без изменений 54 столбика которые у нас получились в девятом ряду двадцать второй ряд 7 столбиков и убавка повторяем 6 раз и в ряду у сорок два столбика двадцать четвертый ряд 5 столбиков и убавка повторяем 6 раз и в ряду 42 столбика двадцать четвертый ряд 5 столбиков и убавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 36 столбиков давайте на этом этапе вставим глазки и потом закончим вязание значит отсчитываем от верхушки 14 рядов между 14 15 вставляем глазки между глазками 10 столбиков так отметили их ставили вставили глазки и последний ряд 25 это 4 столбика и убавка повторяем 6 раз и в ряду у нас останется 30 столбиков провязали соединительным столбиком закончили вязание и отрезаем ниточку для пришивания по длине откладываем пока сторону вяжем ушки ушки у нас состоят из двух деталей которые вяжутся одинаково внутренняя и наружная часть внутреннюю часть мы ниточку отрезаем наружной части оставляем и так кольцо набираем 6 столбиков без накида стягиваем колечко второй ряд вяжем 6 прибавок подряд третий ряд столбики прибавка повторяем 6 раз в ряду у нас 18 столбиков и четвертый ряд 2 столбика и прибавка вяжем 6 раз в ряду у нас 24 столбика провязали такой круг соединительный столбик ниточку отрезаем вяжем наружным цветом цветом головы вернее наружный круг у нас будет цвет головы аналогичный круг ниточку оставляем связали два круга теперь их соединяем изнанку изнанку столбиками без накида вяжем по кругу все связали соединительные столбики ниточку отрезаем чтоб хватило нам для пришивания по длине и соответственно мы потом так вот можно сразу соединить нижнюю часть таким вот образом галочку не брать раз и второй раз все сейчас закреплю еще разочек вот уже пропущу таким образом у нас ушка готова вяжем также второе свечи вот конечно яркие цвета светлый вяжь урок и так берем цвет который выбрали оставляем ниточку по длине и начали и набираем 12 воздушных петель цепочку из 12 воздушных петель соединяем в кольцо и вяжем сразу столбик без накида и дальше продолжаем вязать провяжем так два ряда это первый ряд и еще один ряд по 12 столбиков провязали два ряда третий ряд делаем начали одну убавку за передние стеночки петли и дальше вяжем 10 столбиков без накида провязали теперь четвертый пятый ряд мы провяжем без изменений 11 столбиков которые у нас получились в третьем ряду шестой ряд вначале убавка дальше вяжем 9 столбиков без накида теперь седьмой и восьмой ряд мы провяжем без изменений 10 столбиков которые получились в этом ряду 9 ряд убавка и 8 столбиков провязываем до конца ряда 10 ряд вяжем без изменений 9 столбиков 11 ряд убавка и 7 столбиков в ряду получилось в 11 8 теперь 12 ряд мы вяжем без изменений 8 столбиков и последний 13 ряд мы сделаем 4 убавки подряд и стянем отверстие провязали ниточку отрезали потянули ниточку и иголочкой пропустив сквозь 4 полу петельки стягиваем отверстие и фиксируем и прячем ниточку фиксируем здесь и спрячем вот все такие вот рожки получились дальше вяжем мордочку набираем цепочку из 10 воздушных петель и начиная со второй петли от крючка вяжем сначала мы провяжем в одну петлю 2 столбика дальше мы вяжем 7 столбиков последнюю вяжем 3 столбика с противоположной стороны вяжем 7 столбиков без накида ну и последнюю петлю провяжем один столбик то у нас третий с этой стороны второй ряд 2 прибавки подряд 1 прибавка 2 прибавка далее вяжем 7 столбиков без накида с этой стороны провязываем 3 прибавки подряд 2 прибавка и 3 прибавка далее вяжем 7 столбиков и последний столбик вяжем прибавку и того у нас значит в первом ряду у нас было 20 во втором ряду у нас 26 столбиков 3 столбики прибавка вяжем два раза 1 столбик и прибавка в следующую петлю далее мы вяжем 7 столбиков здесь мы вяжем столбики прибавка повторяем три раза по этой стороне вяжем 7 столбиков и в конце провязываем столбик и прибавка в ряду у нас получилось 32 столбика 4 ряд 2 столбика и прибавка повторяем два раза затем вяжем 7 столбиков по этой стороне с 2 столбика и прибавка повторяем три раза далее вяжем 7 столбиков с этой стороны вяжем последнюю прибавку 2 столбик 2 столбик и прибавку для этой стороны 5 ряд 3 столбика и прибавка повторяем 3 рау и простите 2 раза три столбика и прибавка повторим 2 раза 1 3 и прибавка это второй раз дальше вяжем 7 столбиков затем три столбика и прибавка повторим три раза три столбика и прибавка 7 столбиков без накида вяжем по этой стороне и вяжем 3 столбика и прибавка три столбика прибавка для этой стороны 3 будет итак у нас пятом ряду 44 столбика теперь 6 по 9 ряд мы провяжем 44 столбика без изменений 10 ряд последний у нас ряд 3 столбика и убавка повторим два раза за передние стеночки убавка это 1 1 2 3 2 дальше вяжем 7 столбиков по этой стороне мы провяжем 3 столбика и убавка повторим три раза 3 столбика и убавка вяжем по этой стороне 7 столбиков без накида и делаем последнюю убавку три столбика и убавка соединительный столбик ниточку отрезаем по длине и в ряду у нас 38 столбиков так мордочка готова и так наполняем голову плотно располагаем рожки и ушки так как хотим видеть я расположила вот именно в таком месте в соотношении глаз когда как видите вот пришиваем дальше будем потом делать утяжки глаз и пришивать мордочку и так пришли ушки рожки теперь сделаем утяжки глаз хочу обратить ваше внимание что размер игрушек которые вы вяжете вместе со мной могут отличаться от моих размеров потому что у всех плотность вязания разная кто-то вяжет плотно кто-то свободно поэтому немножко могут отличаться размером это вот дальше значит смотрите делаем утяжки с двух сторон сделаем утяжки и здесь и здесь вводим крючок вы простите иголочку берем ниточку по длине и в два этапа выложу иголочку что она короткая вот вывела сюда под глазик также вывожу сюда сразу идем к этому глазу снаружи назначили снаружи значит начнем будем утяжку делать наружную сначала потом внутреннюю под глаз и вот сюда главное не вколоть столбик между столбиками вывести вот вывели назад стянули с одну и другую сторону сильно тоже не утягивая буквально чтобы глазки немножко туда засели завязываем утянули и завязали также я вожу сюда же эту ниточку стараюсь удержать чтобы она не убежала буду завязывать за нее привязываться теперь будем делать передние утяжки простите выводим иголочку сюда под глазик также сюда и сразу выведем к этому глазу сделаем сразу две утяжки и выводим сюда обратно так делаем утяжку у нас получается утягивается одна на вторую поправляем тоже помогаем немножечко это утягиваем получается такая вот утяжка глаз слегка завязываем кончики и прячем делайте здесь обязательно где-то 3-4 стежочка чтобы не распустилась ниточка от натяжения не развязалась все сделали утяжки теперь будем пришивать мордочку также располагаем ее как я показывала до предыдущем видео можно так вот сложить и пополам чтобы одна половинка была больше приложите и нижнюю часть будем пришивать при нас за между последним и предпоследним столбиком за ножки здесь так вот прикладываем равномерно вот так вот смотрим да вкалываем иголочки потом выпрямляем эту часть также вкалываем потом иголочки и пришиваем не забудьте наполнитель добавить мордочку значит такой нюанс снизу и сбоку мордочку мы будем пришивать за верхушки столбиков а сверху если мы хотим чтобы мордочка была немножечко такой вот как бы приподнята да ну чуть-чуть кого приподнята то нам надо пришивать не за верхушки столбиков как здесь мы пришиваем да а за ножки то есть смотрите значит я ввожу не знаю будет видно нет вывожу сначала сюда здесь еще хочу сказать что пришиваем вот именно где глазик у нас закончился верхнюю часть вот выводим сюда потом беремся за ножку вот так вот столбик наш берем и за ножку его хватаемся и возвращаем обратно туда откуда вывели затем опять через получается через но в следующий столбик выходит у нас булочка вот и берем за следующую ножку столбика именно вот тут вот тогда у нас верхняя часть будет приподнята если хотите чтобы она была приподнята из нет пришивайте как вам удобно эти еще раз покажу значит смотрите вводим иголочку вот сюда вот пришили когда вот у нас есть пространство одно между столбиками вот второе вот выводим вот сюда во второе пространство вывели затем взяли столбик за ножку столбика схватились и уже иголочку мы возвращаем вот между которые пропустили пространство сюда возвращаем понятно да таким вот образом вот так вот получится мордочка вот здесь вот чуть-чуть приподнята если пришить так как я вам показала все теперь свяжем веки значит смотрите я уже связала 1 века набираем 5 цепочку из 5 воздушных петель свяжем оба века немножко по-разному сейчас объясню почему значит раз два три 4 5 значит первое века мы провяжем сначала прибавку со второй петли от крючка начиная мы провязываем прибавку затем столбик прибавка и столбик это одно века будет у нас начинаться с прибавки вот я провязала это века вот второе века мы начнем со столбика 4 5 воздушных петель 2 века я буду вязать значит начиная со второй петли от крючка один столбик затем прибавка 5 1 столбик и прибавка в конце у меня по ходу вязание всегда появляются какие-то замечания для себя и вот я вот заметила чтобы века у нас легло одинаково то есть вот изнанкой будем ложить к верху у нас лицевая часть здесь тут изнанка изнанка чтобы лечь вот значит прибавки чтобы у нас были в внутренней стороны на этой коровке на один столбик у нас будет меньше века и она будет такой покороче чем у бычка вот и это века тоже чтобы она легла изнанкой и прибавками в эту сторону значит провязали именно так простите то на насюда а это сюда таким вот образом пришьем веки перед тем как пришить веки мы на нас сначала сделаем реснички вот я закончила оформлять голову значит сделала такие вот реснички бровки и ноздри ноздри проделала вот ориентируясь на край глаз вот с этой стороны утянула вот этих два ряда серединке две вот эти стянула все голову мы оформили теперь вяжем верхнюю часть ножек если вы будете если вы будете пришивать ручки если вам удобнее пришивать то оставляете ниточку когда уже довяжите до конца оставите они для пришивания я буду ручки ввязывать поэтому и вижу их вначале перед тем как вязать тело вот а если вы будете пришивать то вы можете их связать потом вот итак я взяла цвет которая решила что у меня будут это рукавички так как я не буду делать копыта верхних лапках и в нижних тоже у меня не будет копыт нижних будут сапожки а верхней будут рукавички поэтому зла цвет рукавичек и так значит в кольцо набираем 6 столбиков я решила рукавички вязать не столбики без накида очередовать столбики без накида с полу столбиками с накидом поэтому в кольцо провязали мы столбики без накида 6 столбиков а теперь прибавки 6 прибавок подряд я буду делать полустолбиками с накидом так накид вводим крючок столбик и провязываем захватом рабочую нить и все петли на крючке провязали опять накид сюда же вытянем рабочими и все петли провязали первая прибавка также все петли на крючке накид в эту же петлю захватили рабочие нить протянули такими вот полустолбиками с накидом и провяжем этот ряд 6 прибавок подряд если не хотите так то вяжите столбики без накида также те ряды которые я вижу столбики полустолбики с накидом вы можете провязывать столбики без накида если вам не нравится третий ряд столбики прибавка повторяем шесть раз этот ряд у меня будут из столбиков без накида значит буду я чередовать столбик прибавка в этом ряду меня будет из столбиков без накида столбик и прибавка столбик и прибавка и в ряду будет 18 столбиков провязали теперь с 4 по 8 ряд мы вяжем без изменения 18 столбиков я буду чередовать значит следующий ряд у меня полустолбики с накидом я буду вязать чередуя ряды полустолбики с накидом со столбиками без накида вяжем так 4 по 8 ряд последний столбик 8 ряда не довязывая до конца вводим цвет одежды цвет пальто и закачиваем так столбик я меняю крючок на номер три троечку потому что как я говорила пряжа это у меня тоненькая чуть тоньше поэтому я вижу ее крючком номер 3 теперь мы всю одежду будем вязать именно таким вот способом полустолбиками с накидом сейчас мы вяжем за задние стенки петли полустолбики с накидом так делаем накид и за заднюю стеночку петли беремся за рабочую нить и все петелечки на крючке провязываем так мы будем вязать всю одежду именно таким вот способом и сапожки так вяжем до конца ряда без изменений провязали 10 ряд 4 полустолбика с накидом и убавка повторим три раза главное вот эту первую петельку заметьте когда будете вязать 10 ряд и так 4 полустолбика с накидом 2 3 4 и убавка сделали накид захватили рабочую нить через столбик пропустили через второй столбик захватили рабочую нить вытянули и все петелечки на крючке провязали будем делать так убавку и в ряду у нас останется 15 столбиков провязываем так 3 убавки 4 полустолбика с накидом и убавка три раза таким вот образом у нас будет выглядеть убавка 15 столбиков в десятом ряду получилось теперь с 11 по 20 вяжем без изменений 15 столбиков и так провязали 20 рядов 20 ряд провязали пока оставляем так я сразу сейчас буду обвязывать пушистой пряжей за вот эти вот передние стеночки петли пока не набила ручку так будет удобней обвязывать буду ножку таком положении отсюда столбиками без накида пушистой пряжей параллельно прячу хвостик соединила и в этот же столбик провязала столбик соединитель столбик неудобно найти столбик поэтому наугад вкалываем крючок и делаем соединительный столбик потом наполняем ножку равномерно под конец здесь оставляем посвободней так наполнили равномерно ножку здесь оставили свободно не дополнили только где-то и теперь делаем воздушную петлю подъема и связываем две стороны вместе нас должно получиться 7 столбиков без накида столбиками без накида соединяем два края еще раз напомню если вы захотите ручки пришить то оставьте хвостик по длине если будете привязывать как я то отрезайте покороче раз два три 4 5 6 и 7 столбик вяжем так две ножки верхние ножки сейчас будем вязать нижние ноги и тело и так вяжем ножку сначала берем цвет сапожек в кольцо набираем 6 столбиков без накида стянули колечко второй ряд 6 прибавок подряд столбиками без накида в ряду у нас 12 столбиков третий ряд столбики прибавка и 4 ряд у нас будет 2 столбика и прибавка столбики прибавка провязываем 6 раз повторяем в ряду у нас 18 столбиков и четвертый ряд 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз и четвертом ряду у нас будет 24 столбика пятый ряд мы вяжем за заднюю стенку петли полустолбиками с накидом за заднюю стеночку петли накид заднюю стеночку петли захватили рабочую нить вытянули и провязали все петелечки на крючке дальше будем вязать полустолбиками с накидом провязали 5 ряд теперь 6 по 11 ряд вяжем без изменений полустолбики с накидом заканчивая 11 ряд я не довязываю последний столбик присоединяет цвет ножки ниточку эту отрезаем дальше мы провяжем ножку без одежды и я поменяю крючок одежду я провязала крючком номер три так как ниточка тонкая тоньше немножко теперь мы провяжем за заднюю стеночку петли 24 столбика столбиками без накида дальше ножка у нас будет вязаться столбиком без накида тело как бы я вижу столбиками без накида одежду полустолбиками с накидом провязали теперь с 13 по 17 ряд мы провяжем без изменений столбики без накида на первой ножке ниточку отрезаем на второй ножке оставляем будем дальше вязать тело присоединив ножку так связали вторую ножку ниточку оставили на этом этапе я предлагаю сразу обвязать пушистой пряжей что потом нам будет просто неудобно когда мы набьем ножку и соединимся будет немножко неудобно поэтому я предлагаю пока детальки отдельно обвязать их все там где нам надо пушистой пряжей обвязать их сразу сейчас я обвяжу ножки пушистой пряжей столбиками без накида за полупетели которые у нас тут остались и продолжим дальше вязать продолжаем вязать набираем 3 воздушные петли берем вторую ножку и по ножке сразу провязываем столбик без накида присоединяемся столбиком без накида и провязываем еще двадцать три столбика так как у нас тут 24 мы один уже провязали вяжем еще двадцать три столбика без накида далее по цепочке вяжем три столбика без накида смотрите если здесь вот такое вот пространство получается то можно вот этот вот последний столбик провязать с первым вместе то есть сделать этот вот и сюда в первых где мы уже который мы провязали получается чуть выше поэтому получается такой пространство провязываем вместе 23 столбик будет вот такой вот из двух столбиков состоять и дальше вяжем по цепочке 3 столбика тогда уже здесь нет такой дырочки если вдруг у такого у вас получилось бывает не получается такого пространства бывает получается смотря как связали вот провязали по цепочке дальше вяжем по этой по второй ноге 24 столбика здесь также смотрите вот у нас уже провязан этот столбик если мы сюда будем провязывать может получиться дырочка вот видите да такая вот просвечиваться будет сильно сети по поэтому мы возьмемся за вот этот предыдущий столбик который уже провязан не довязывая до конца возьмемся за первый столбик и уже первый столбик вместе с предпоследним получается мы провязали вместе это первое и дальше вяжем 24 столбика должно получиться цепочки по цепочке провязываем 3 столбика здесь уже с этой стороны все плотненько получается у нас так получается только с одной стороны обычно когда мы вяжем по спирали провязали у нас в ряду получается должно получиться пятьдесят четыре столбика пятьдесят четыре столбика это у нас 18 ряд 19 ряд значит 19 ряд вяжем 9 столбиков без накида далее вяжем прибавку два столбика в одну петлю затем два столбика подряд далее опять прибавка затем опять два столбика без накида и третья прибавка на здесь получилось 3 прибавки дальше вяжем 19 столбиков провязали 19 столбиков теперь на этой ножке нас будут прибавки вяжем прибавку два столбика прибавка 2 столбика и еще одна прибавка дальше 12 столбиков довязываем до конца ряда провязали и в ряду у нас 19 60 столбиков теперь с 20 по 28 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков и 28 ряд последний столбик присоединяем цвет одежды и заканчиваем этот столбик этим цветом я уже присоединилась меняю крючок на троечку теперь одежду вяжем и полустолбиками с накидом 29 ряд мы вяжем 8 полустолбиков с накидом и убавка и повторяем так шесть раз в ряду у нас останется 54 столбика 8 убавка накид столбик пропускаем крючок захватываем рабочие не его второй столбик пропустили крючок захватили рабочие и все петелечки на крючке такая убавка далее опять восемь столбиков с полустолбиков с накидом и убавка и так мы повторяем 6 раз тридцатый ряд мы вяжем за задние стеночки петли без изменений 54 полустолбика с накидом первую петелечку обязательно найдите вот наполнять когда будете игрушку нижнюю часть когда будете наполнять до старайтесь сильно плотно не забивать синтепоном потому что вязка это получается такая рыхлая немножечко чтобы сильно не растянулась вот и не выглядывал синтепон не просвечивался наполняем ножки и вяжем дальше тридцать первый ряд вяжем 7 полустолбиков с накидом и убавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 48 столбиков 32 ряд вяжем без изменений 48 полустолбиков с накидом 33 ряд 6 полустолбиков с накидом и убавка повторяем 6 раз и в ряду 42 столбика полустолбика у нас получается до 42 полустолбика с накидом 34 ряд вяжем без изменений 42 полустолбика с накидом обратите внимание что ряды будут уходить в сторону не пугайтесь в этой связке так происходит в такой вязке по ходу вязания наполняем тело 35 ряд будем вязать 5 полустолбиков с накидом и убавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 36 столбиков тридцать шестой ряд провяжем без изменений 36 полустолбиков с накидом 37 ряд 4 полустолбика с накидом и убавка повторяем 6 раз и в ряду у нас останется 30 столбиков 34 и убавка 38 ряд вяжем без изменений 30 полустолбиков с накидом 39 ряду ввязываем верхние ножки значит у меня мне сейчас надо провязать 10 полустолбиков с накидом у вас может быть немножко по-другому поэтому я вам посоветую так и сложить пополам и отчитать 7 столбиков чтобы у вас ручка была посерединке 7 столбиков отчитать наметить маркерами там ниточками да и дальше потом провязать до намеченного вами маркера количество петель который у вас получится вдруг у вас немножко другое вот у меня 10 поэтому я провязываю сейчас 10 полустолбиков с накидом провязала дальше ввязываю ножку либо ручку как хотите называем значит накид ввожу крючок в первый столбик и следующий получается так сначала накид потом вводим накид потом ввели дальше следующий столбик вяжем полустолбик с накидом то 1 2 3 4 5 6 и 7 полустолбик с накидом вот эту ниточку я посоветую здесь вот натянуть чтобы здесь не торчал сильно уголочек натянуть и зафиксировать эту чтобы не вылазил угол то ниточка у нас здесь держалась дальше провязываем 8 столбиков полустолбиков с накидом то есть между ручками у нас здесь 8 полустолбиков с накидом провязали и ввязываем вторую ручку за счет того что у нас ряды ушли в сторону у нас получается сейчас переместиться немножечко вперед наш начало ряда переместиться из-за этого потому что нам надо привязать ручки по бокам привязываем вторую ручку семью полустолбиками с накидом провязали теперь сороковой ряд мы вяжем без изменений 30 полустолбиков с накидом между ручками с двух сторон у нас должно быть расстояние по восемь столбиков провязали последний столбик не довязывая до конца присоединяем цвет головы и провяжем один ряд столбиками без накида за заднюю стеночку петли цветом головы вводим цвет заканчиваем столбик я меняю крючок для этой пряжи нас половиной заднюю стеночку петли столбиками без накида мы провязываем один ряд провязали и соединительным столбиком за первый столбик заканчиваем вязание ниточку отрезаем дополняем нашу игрушку можно потом дополнить сначала давайте обвяжем давайте сначала обвяжем сапожек сапожек я обвязала дни с рачьим шагом за вот эти вот полу петельки которые у нас остались будем обвязывать рачьим шагом беру я именно вот так вот ножку и начинаю не там где переходы а чуть-чуть сторону будем ниточку этот хвостик будем прятать по ходу вязания воздушная петелечка стянули в этот же столбик сделаем столбик 1 и дальше вяжем это не так как мы будем вязать и на одну назад не вперед и хвостик прячем сюда в эту сторону будем крючок следующий следующую полу петельку назад захватываем рабочую нить вытягиваем и провязываем то есть то же самое да если вы помните кто не помнит также тот же столбик только вяжется назад получается перекрученный вводим крючок в полустолбик полу петельку захватом рабочую нить вытягиваем и провязываем телечки на крючке провязали последний столбик полустолбик ниточка вытягиваем и иголочкой спрячем в первой столбик вот так как будто соединились они здесь так вот их вместе с тянем необычно так заканчиваю врачи шаг здесь это вот и спрячу но что-то по-другому заканчивает провязали и так обвяжем за здесь за передние полу петельки обвяжем пушистой пряжей игрушку держим именно в таком положении чтобы вязание у нас легло на одежду чтобы она не поднялась наверх вязать будем столбиками с накидом чтобы воротничок у нас получился такой вот потолще присоединяем пряжу в этот же столбик про вяжем столбик с накидом и так по кругу будем вязать столбики с накидом тут придется как бы на ощупь понимать что тут столбик с накидом не видно вяжем так по кругу заканчиваем вязание находим также на ощупь куда можно войти крючком и делаем соединительный столбик отрезаем прячем нашу книточку прятать я буду ниточку такой вот иголочкой я пропущу так вот наугад между столбиками на ощупь так чтобы пришла иголочка между столбиками и спрячу ее туда ниточку так как она такая цепкая она не вылезет все справились с этим теперь нам надо будет пока мы голову не пришиваем мы свяжем сначала одежду потом уже набьем тело чтобы удобно было значит вязать будем столбик полустолбиками с накидом и так игрушку берем так чтобы у нас здесь была задняя часть игрушки и вязать будем не круговыми движениям вязка у нас будут а соединительными столбиками поэтому соединяться у нас будет здесь посередине вязка и берем значит за первую полу петельку так как у нас вязание полустолбики с накидом поэтому переход будет незаметен и мы поэтому берем за первую полу петельку соединяемся и в эту же петельку провязываем первый столбик полустолбик 1 полустолбик с накидом провяжем 8 полустолбиков с накидом и прибавка в первом ряду мы сделаем прибавки а дальше уже будем вязать без изменений 8 стоп полустолбика с накидом и прибавка 8 и прибавка в одну пить в одну петелечку провязываем два полустолбика с накидом так повторяем 6 раз у нас в ряду получится 60 полустолбиков с накидом провязали ряд делаем соединительный столбик с первым столбиком воздушная петля подъема в этот же столбик провязываем столбик полустолбик с накидом и так вяжем по кругу уже без изменений длину выбирайте на свой вкус провяжите ту длину которая вас устроит и потом продолжим и так я провязала 6 рядов и решила на этом остановиться сделать так вот коротенькая пальтишко сейчас обвяжу пушистой пряжи и она где-то так я думаю будет по длине чтобы хотя бы чуть-чуть было видно ножки иначе у нас сапожком нет смысла то что они у нас есть если бы если освежу совсем уж длинное пальто поэтому сейчас я обвязываю пушистой пряжей столбиками без накида значит смотрите что я предлагаю я предлагаю пушистую пряжу чтобы обвязать вот здесь и низ сделать так чтобы начать отсюда я наметилась серединку ориентироваться чтобы на нее значит здесь у меня будет два ряда значит а сверху начну сверху вот так вот обвязывать пройду сюда потом по низу вернусь сюда и наверх то есть вот здесь у меня получится вот такая вот имитация как будто из двух половинок состоит пальто значит берем отсюда и будем соединительными столбиками можно через столбик соединительными столбиками присоединять эту пряжу вытягивать конечно желательно по чуть-чуть подлиннее если вы будете перри шагивать через столбик через ряд вот и буду ориентироваться значит рядышком пройдусь так вот взялись захватили и вытянули вытянули немножко по длине чтобы не стягивалась если вам надо будет через ряд переходить вот и так вот мы будем вязать соединительными столбиками донизу так вот дошли до низу поворачиваем игрушку и вяжем столбики без накида по кругу теперь по низу так вот что у нас должно получиться когда дошли до верху отрезаем ниточку вытягиваем и оба хвостика прячем вовнутрь прячем вовнутрь и вместе можно их тут внутри связать друг с дружкой чтобы они не вылезли наполняем тело старайтесь сильно не переполнять так как у нас вязка такая нежная получается это вязка сильно растягивается вязание такое поэтому не переполняйте так достаточно плотненькость вот и все теперь можно пришивать голову намечаем значит прикладываем голову я как обычно советую если вдруг сложно использовать вот такие вот спицы если у вас есть вот намечайте голову располагайте как правильно должна она стоять и вот этими спицами мы фиксируем голову и тогда она уже как бы так сильно и нас не болтается нам удобно будет пришивать я контролировать вот пришиваем голову за верхушки столбиков вернее не за верхушки а как я говорила обычно рассказываю не за верхушки а за вот такие вот ножки столбика что здесь что на голове и так пришила голову рожки если вдруг хотите можно их вот так стянуть они как бы немножко сами так ложатся но если хотите более увереннее что мы так лежали можно здесь утянуть все головы пришли теперь осталось нам пришить ей шапку вернее связать и шапочку буду вязать я крючком два с половиной из этой же пряжи так мне не надо с низ какой пряжи соединять значит в кольцо набираем 12 полустолбиков с накидом провязали и делали соединительный столбик с первым столбиком далее мы вяжем 12 прибавок подряд также делаем воздушную петлю подъема в эту же петельку провяжем 2 полустолбика с накидом и так будем вязать по кругу делая прибавки 12 прибавок подряд 24 столбика у нас получится провязали соединительный столбик с первым столбиком главное не потерять его душу первую столбику немножечко наклонен в сторону чуть-чуть вниз дальше воздушная петля подъема теперь мы делаем прибавки через столбик провязываем 1 полустолбик с накидом и прибавка один полустолбик с накидом и прибавка провязали делаем соединительный столбик с первым столбиком далее две воздушные петли это для того чтобы перейти в следующий ряд они у нас не считаются далее вяжем рельефными столбик столбиками с накидом накид воздушные петельки 2 которые мы их не трогаем их пропускаем значит за передние стеночки петли вернее за ножку столбика захватываем так вот спереди это у нас будет лицевой рельефный столбик провязываем таких два столбика 1 еще один так схватили рабочую нить вытянули провязали столбик с накидом 2 далее делаем прибавку прибавку делаем за изнаночный рельефный столбик также захватываем ножку только сзади захватом рабочую нить вытягиваем 3 петель очки на крючке и провязываем столбик с накидом 1 и сюда же в этот же за эту же ножку второй столбик с накидом так мы сделали прибавку так мы будем вязать 2 столбика лицевых рельефных раз-два и прибавка изнаночным рельефным столбиками захватываем так вот обнимаем столбик и провязываем 2 сюда же так мы сделали прибавки так мы вяжем до конца ряда провязали делаем соединительный столбик с первым столбиком он у нас будет рельефный еще один раз прибавками с прибавками немножко сложненько будет дальше потом будет легче 2 воздушные петли подъема далее опять вяжем 2 рельефных столбика то есть рельефные столбики у нас надо рельефными столбиками они будут всегда так провязываться и при по вернее 3 на нас три столбика и прибавка в этом ряду провязать поэтому два столбика мы провязали 3 провязываем рельефный изнаночный и прибавку делаем за рельефный изнаночный столбик провязали прибавку так мы будем вязать до конца ряда два рельефных лицевых верни ну да 2 рельефных лицевых лицевых и третий столбик это у нас будет изнаночный рельефный то есть три столбика провязали и прибавка будет у нас рельефным изнаночным раз и рельефный лицевой 2 3 нас будет изнаночный рельефный и прибавка изнаночным рельефно я думаю понятно да довязан так до конца ряда провязали делаем соединительный столбик с первым столбиком у нас при рельефный чтобы из еще не путаться до не искать ориентируйтесь на него теперь провяжем 3 ряда без изменений 2 воздушные петли и будем этот рисунок вязать 3 ряда 2 рельефных столбика и 3 изнаночных рельефных столбика что получилось их и провязываем 1 2 3 2 рельефных столбика с накидом лицевых и 3 изнаночных рельефных столбика с накидом 3 вяжем так три ряда это первый ряд и еще два ряда провязали дальше следующий ряд в следующем ряду у нас будут прорези для рожек для начала мы провяжем вот таких вот лицевых рельефных 4 ряд 4 штучки до 4 полосочки на вяжем до сюда вот как и как идем да и дальше будем делать прорези почему столько одну чтобы получилось у нас вот эта часть внизу прикладываем голове чтобы начало ряда было у нас здесь поэтому провязываем таких 4 рельефных столбика 4 пары довязываем до сюда вот до сюда вернее так провязали мод 1 2 3 4 теперь набираем 8 воздушных петель 4 5 6 7 8 пропуская одну эту полосочку вяжем следующую рельефный столбик 3 изнаночных рельефных 2 лицевых рельефных 3 изнаночных 2 лицевых рельефных вот получается пусть то как мы прицепили вас за привязали воздушную петлю привязались у нас 1 2 3 полосочки рельефные дальше опять набираем 8 воздушных петель 4 5 6 7 8 пропуская одну полосочку этот рельефным следующую увязываемся и довязываем до конца ряда по рисунку провязали делаем соединительный столбик смотрите это у меня так получилось вы прикладываете к своей коровке и смотрите в каких местах вы можете сделать прорези 8 воздушных петель как раз по нашим рожкам должны подходить проходить я думаю что у вас также должно быть вот а в каком месте они располагаться будут этого уже смотрите в как вы пришли ли ваши рожки вашей коровки так и располагаться будут у вас значит вот эти прорези в тех местах далее опять две воздушные петли подъема 2 рельефные стопы и дальше вяжем опять по рисунку доходим до воздушных петелек дальше по цепочке мы провяжем 8 полустолбиков с накидом полустолбики с накидом потому что столбики с накидом они как бы сильно длинные для того чтобы поместиться между рожками и ушками 345 6 8 и дальше опять вяжем по рисунку до следующего в следующих воздушных петель так дошли до воздушных петель вяжем опять 8 полустолбиков с накидом под воздушные петли если хотите можете провязать в цепочку чтобы если вам не нравится так провязали и довязываем до конца по рисунку следующий ряд будем делать прорези для ушек также две воздушные петли вяжем по рисунку доходим до сюда довязали дальше смотрите все зависит от того как вы пришли ушки обязательно примерьте сначала потому что я сейчас буду вязать потому как пришли то у меня потому что я все тут отмерила у меня все будет именно так как я сейчас буду вязать а вы конечно смотрите вдруг вам надо немножечко передвинуть воздушные петли может быть сделать раньше но количество петель делайте конечно желательно так как я потому что тут чтобы рисунок у нас дальше остался таким же и так здесь я начинаю набирать 4 воздушные петли чтобы у меня рисунок сошелся дальше пропуская 1 2 3 и начиная с 4 провязываю 5 столбиков с накидом 3 4 5 дальше по рисунку вяжем доходим смотрите здесь значит у нас видите дата значит и здесь должно быть также то есть я здесь и довяжу а потом провяжу тут 5 столбиков с накидом дошла и до прорези провязала вот теперь я вижу 5 столбиков с накидом главное первый столбик здесь он теряется вот эти вот полусолбики с накидом можно не заметить первый столбик иногда два три 4 5 5 теперь 4 воздушные петли и по рисунку дальше пропуская здесь три столбика у нас остается по рисунку дальше довязываем до конца ряда провязали теперь дальше мы провяжем еще два ряда у нас будет рисунок значит довязываем сначала до цепочки смотрите а вот рисунок наш по нижнем рисунку ориентируемся поэтому так как здесь нас три а между этими столбиками поэтому мы в цепочку провязываем 3 столбика с накидом 2 3 дальше у нас по рисунку 2 лицевых рельефных столбика 1 2 затем у нас три изнаночных провязываем их изнаночными рельефными столбиками дальше уже нам все видно довязываем до следующие цепочки по рисунку довязали до цепочек наш вот теперь по рисунку у нас здесь должны быть три изнаночных рельефных столбика 1 2 3 дальше 2 лицевых рельефных цепочку провязываем 3 столбика с накидом и дальше по рисунку довязываем до конца провяжем еще один ряд когда дойдете до вот этой вот цепочки их провяжите изнаночными лицевыми не забудьте провяжем давайте еще один ряд а там уже будет видно нужен нам еще ряд или нет ну вот значит связали теперь надо померить достаточно нам или нет ушки будут немножко как бы не совсем легко заходить но зайдут чем я выбрала такой рисунок если вы найдете для себя более симпатичный рисунок то можете связать шапку по своему рисунку который найдете я думаю достаточно потому что мы сейчас еще сделаем обвязку пушистой пряжей и будет достаточно иначе глаза будут наши спрятаны все ниточку соединить отрезаем по ходу вязания спрячем их когда будем пришивать привязывать пушистую пряжу я буду этом и этим же крючком привязывать чтобы не широкая получилась обвязка потому что крючок троечка он сделает ее более ширине этого не надо поэтому этим же крючком я делаю обвязку просто столбиками без накида как мы делали обвязки на игрушки на одежде так соединила в эту же петелечку первый столбик и параллельно надо прятать пряжу эту тоже все обвязываем по кругу с клубиками без накида ну вот шапочка готова одеваем ее на нашу снегурочку я хотела связать конечно сначала другую шапочку я вернее связала у меня она показалась как бы такой немножечко как бы сильно гладкой показалось мне хотелось объемную шапочку я решила выбрать такой рисуночек мне как-то более приглянулся есть конечно другие рисунки но я выбрала этот вы конечно можете подобрать себе рисунок другой вот такой вот я связала рисунок шапочку из такого рисунка видите она такая плоская получилось вот я захотела объем и решила выбрать именно такой вот рисунок связали мы пару для нашего дед мороза забаву теперь дед мороз не будет скучно под елкой надеюсь вам понравился и этот мастер-класс моя схемка думаю что пригодится вам новом году спасибо за просмотр